Сегодня у меня для вас есть одна очень поучительная история про двух уток. Первая утка жила в Англии, это была бездомная утка. Она очень страдала, ей хотелось иметь свой домик, ну хотя бы маленький домик. И вот понимаете, однажды нашелся добрый человек. Это был член британского парламента по имени Питер Виггерс. Он построил для утки домик. И утка была ужасно рада. Но потом вот депутат Виггерс решил включить стоимость этого домика, 1645 фунтов стерлингов, в свои депутатские расходы. Оформил эти документы, как будто это депутатские расходы. Утке было все равно, а вот избирателям это категорически не понравилось. И они спросили у парламентария, Чувак, ну ты что, действительно хотел потратить 1600 фунтов налогоплательщиков на то, чтобы купить домик для утки? И он сказал, ну да, я хотел. И вот после этого вся британская пресса и все избиратели в течение нескольких месяцев просто мордовали этого депутата. Во всех газетах были фотографии дома депутата и злосчастного домика для утки. Ну вот, например, один из эпизодов. Смотрите, активисты даже сделали увеличенную копию этого домика и катали по темзе прямо напротив здания британского парламента. Общественность была так взбешена, что началась массовая проверка расходов остальных депутатов. И так вскрылись и другие нарушения. Ну а самого Виггерса просто сравняли с землей и он подал в отставку. И вы знаете, он больше никогда не будет участвовать в политике, потому что попытался потратить деньги налогоплательщиков, не такие впрочем большие, на свои личные цели. Ну а другая утка жила в России, рядом с городом Плёс, на Волге. И у нее тоже не было домика и она тоже о нем мечтала. А потом и ей улыбнулась удача. Появился в тех краях такой веселый парень по имени Дмитрий Медведев. Он дружит с животными и он любит уток. Поэтому без проблем построил домик из нашей российской утки. А заодно, раз уж для утки построил, вокруг него сделал всякие мелкие пристройки для себя. Например, усадьбу на несколько тысяч квадратных метров, дом с бассейном, горнолыжный спуск, несколько гостевых домов, вертолетные площадки, причал, ну и всякую другую мелочь. Все это на площади 80 гектаров. Скорее всего для того, чтобы просто утке одной не было так скучно. Такое большое строительство, сами понимаете, требовало расходов. Поэтому Дмитрий Медведев через подконтрольный его жене благотворительный фонд получил взятку. Несколько десятков миллиардов рублей, на которые все и построил. Но только что же случилось с Дмитрием Медведевым, когда вся эта информация была обнародована? Когда мы выпустили наш видеоролик со съемкой поместья? Когда доказали, что финансировалось это все деньгами газовых олигархов? Когда мы доказали, что объект незаконно охраняется Федеральной службой охраны? Ну то есть, когда и сам Медведев, и вся его схема были полностью изобличены? Не произошло ничего. Ну то есть, наш ролик посмотрело 3,5 миллиона человек. Про него написала парочка оставшихся в России независимых газет. Но на выборах Дмитрий Медведев и его Единая Россия, хоть конечно и с фальсификациями, но выиграл. Никакая общественность на него не бросалась. Журналисты не засыпали его вопросами на пресс-конференциях. Все осталось как есть. А мораль у этой истории простая. Все утки одинаковые, а вот отношение людей к проблеме коррупционных утиных домиков разное. И только в том случае, если люди возмущаются, скандалят, требуют борьбы с коррупцией и голосуют против коррупционеров на выборах, что-то меняется. Ну а если не давить на этих коррупционеров без устали, то они продолжат воровать. Ну скажите мне, пожалуйста, сами. Разве откажется Медведев и дальше принимать миллиардные подарки, если общество ему это фактически разрешает? Поэтому мы должны каждый день помнить об этих фактах коррупции. Напоминать о них другим. И каждый раз, когда мы слышим Медведев или Единая Россия, просто автоматически заявлять. А, это тот самый с домиком для уточки. Его место на скамье подсудимых. И когда все граждане России так скажут, так оно и случится. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.